Здравствуйте дорогие телезрители, как всегда в программах Кузарас, я его ведущий Ира Геликиев. Развитие малого и среднего бизнеса основы экономики любой страны. Без малого развитого малого и среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности макроэкономической ситуации государства. И чтобы обсудить эту важнейшую тему сегодня, я пригласил в студию председателя правления акционерного общества, фонд развития предпринимательства ДАМО, Ляза Теркиновна. Ляза Теркиновна Ибрагимова, вы представляете нас. Мы ведем в прямом эфире передачу. Вы можете задать любой волнующий вопрос, позвони по телефону в Астане 44 42 49. Это я обращаюсь к телезрителям. У меня сразу же первый вопрос. Спасибо, что вы приняли наше приглашение. И хотел бы я узнать, сколько человек сегодня задействовано малым и средним бизнесом в Казахстане? Ира Косымович, это очень хороший вопрос на самом деле, потому что сейчас официальная статистика показывает, что 2 674 000 человек в Казахстане, экономически активного населения, работают в малом и среднем бизнесе. То есть каждый третий трудоспособный казахстанец, он работает в сфере малого и среднего бизнеса. В Алматы эти показатели еще лучше, там 52%. То есть каждый второй алматинец сейчас работает в сфере малого и среднего бизнеса. Он либо владелец этого бизнеса, либо работает как наемный работник в малом и среднем бизнесе. В Алмате действительно почти половина средств, которые выделяются через ваше дому, они именно находятся в Алмате. Я такой выводил. Но у меня вот прежде чем, я хотел бы вам такой вопрос задать. Как вы отринимаете качество менеджмента и маркетинга в этой сфере? Я думаю, что на самом деле... Любой начинающий должен с этого начинать. Так я понимаю, да? Мы всегда доказываем в фонде дому и в своих выступлениях, и когда разговариваем, и когда встречаемся с предпринимателями, что на самом деле малый и средний бизнес – это не борьба каких-то там финансовых ресурсов. Если у тебя есть деньги, и они дешевые, и ты привлек какой-то кредит, и ты сможешь открыть, и у тебя все будет хорошо. На самом деле малый и средний бизнес – это борьба компетенции, то есть навыков и знаний. Когда один человек знает, как сделать это лучше и может это сделать, и при этом делает это так хорошо, что продукт своего труда может продать другому человеку. Поэтому это очень важный аспект, и мы постоянно проводим исследования в этом направлении. Вот последние опросы наших предпринимателей показывают, что они стали это понимать. В последнее время очень сильно, наверное, есть и результаты кризиса, который был в прошлые годы. Они стали понимать, что не только вопрос привлечения финансов является важным, а именно их управленческие навыки. Вот последние исследования в 2010-2011 году проводили и спрашивали такой вопрос. Какие качества вы считаете самыми главными для успеха в бизнесе? И они сказали целенаправленность, желание достичь успеха. То есть когда первая попытка не получается, вторая, но с третьей попытки обязательно. Плюс все эти попытки это наращивание своего потенциала, это приобретение навыков. Продолжение следует... Салам Астарма. Салам Астарма. Салам Астарма. Салам Астарма. Сидерде деке-тулгаларга берема, 3 миллион тенге берет-бестуемен. Сон, калай алуга була? Барак мене, ОЛЮ жимус стимин. Сидер. Я, Косюмич, я не слышу, ты как раз. Я вас переведу. Это дают ли физическим лицам до 3 миллионов тенге? Я слышал. Нет, мы сами как фонд Дому кредитованием прямым не занимаемся. Только в исключительных случаях. Вот 2 января нам дали полномочия в городе Жанаозень дать для предпринимателей, пострадавших в ходе событий, но сами мы предпринимателей не кредитуем. Это наша целенаправленная политика, потому что мы считаем, что есть у нас очень хороший кредитный рынок в Казахстане, есть микрокредитные организации, банки второго уровня. Наверное, это программа по 3 миллиона тенге, это программа микрокредитования, которую реализуют сейчас в рамках программы занятости. Есть отдельные программы фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. У нас беседа была с отдыхалковой. Да, и это говорят об этой программе. Сам фонд Дому, еще раз подчеркиваю, и хочу, чтобы это телезрители очень четко услышали, прямым кредитованием не занимается. Но мы занимаемся сейчас развитием новой системы гарантирования кредитов. То есть, когда предприниматель идет в банк второго уровня, у него недостаточно залогового обеспечения, и тогда мы можем предоставить ему гарантию. Вообще, все организации, подобные Дому, которые существуют в мире, они работают именно по этому механизму. То есть, государство само не занимается кредитованием малого и среднего бизнеса, потому что это очень большая структура на самом деле. Но оно может создавать условия для его развития и кредитования. Теперь у меня вопрос, Иргенна. А Вы тренинги, семинары проводите тем, кто собирается заниматься этим бизнесом? Это самое главное сейчас направление в нашей работе. У нас есть большая государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020». И вот, готовясь на встречу к Вам, Ира Косымович, я специально принесла список тех предпринимателей. Это большой, огромный Талмуд. Это более тысячи компаний, которые уже получили кредиты и получают субсидии, получают гарантии по первому, второму и третьему направлению дорожной карты бизнеса. То есть, когда они идут и получают кредиты в банках второго уровня, часть процентной карты выплачивает государство через наш фонд. Это первое, второе, третье направления. Но четвертое направление мы считаем более важным. Оно называется «Усиление предпринимательского потенциала». Это все наши обучающие семинары. Первое, самое важное и первая ступень мы ее называем, это программа «Бизнес-советник». Мы уже в течение полутора лет обучили более 40 тысяч людей. Самый главный фактор такой, мы идем к населению. То есть, мы проводим все эти семинары обязательно в районных центрах. Мы привозим лекторов, привозим учебники, привозим весь раздаточный материал. И пытаемся населению рассказать, как можно организовать свой бизнес, как нужно зарегистрировать индивидуального предпринимателя или ТО, какие налоги вы будете платить, какие нужно сделать, вот вы вопрос задавали по менеджменту, маркетингу, то есть, как нанять персонал, как выстраивать с ним трудовые отношения, как нужно необходимо изучить рынок, на котором вы будете работать для того, чтобы что-то производить. И программа на самом деле уникальная. Она мне нравится прежде всего тем, что в этой программе мы сейчас постоянно с каждым днем ее видоизменяем. Смотрим на нее. Вот, например, в последние наши семинары, которые прошли буквально осенью, мы давали предпринимателям такой типовой пакет документов. Это были типовые уставы, это были типовые бизнес-планы. Сейчас заказали 20 типовых бизнес-планов, которые разработала консалтинговая компания, они размещены у нас на веб-сайте фонда Дому в свободном обращении. И мы их раздаем всем для того, чтобы человек учился на примере, он видел конкретный бизнес-план. Из этого, исходя из вашего выступления, продолжая, я хотел бы вам задать вопрос. Скажем, я живу в городе Новозень, Жангузен-Дитхазвенга, Жангузен. Скажем, Кульсары. Это малые города. Да, это малые города. Я знаю, что у вас есть даже программа по Жангузену у вас, я знаю, что чуть-чуть мы опоздали. Это было начато в 2009 году, да? Да, мы начали эту программу в Жангузене в 2009 году, мы выделили 900 миллионов тенгец специально. Вот я хотел бы открыть бизнес, или скажем, я живу в сельской местности. Вот чем вы мне подскажете? Ну, проблема моногородов, она такая комплексная, да? Но мы очень часто ездим по ним, смотрим. Во-первых, малый и средний бизнес там все-таки больше занят в сфере торговли и в сфере услуги. Я сразу вопрос перебью я вас, телезрители, пожалуйста, мы вас слушаем. Меня зовут Самал, я из города Ак-Тюбе, я хотела спросить, как через фонд Дому можно получить помощь инвалид? И если это инвалид-предприниматель, то может ли он также там получить какой-нибудь льготный кредит по дорожной карте бизнеса? Понятно, да? Нет, я, к сожалению, не слышала. Она из Ак-Тюбе звонит, инвалид, по дорожной карте, карта бизнеса. Имеет ли какие-то льготы она? У нас по дорожной карте бизнеса для людей с ограниченными возможностями нет специальных льгот. Но у нас в самом фонде есть программа, которая называется Дому Кумек. Это программа, которая показывает, когда маленькими ресурсами можно делать хорошее большое дело. То есть это сайт, на котором регистрируются заявки людей с ограниченными возможностями. И они пишут о том, какие инструменты труда им нужны для того, чтобы начать или продолжить расширить свой бизнес. Естественно, если вы попросите 3 миллиона долларов, чтобы что-то открыть, вряд ли найдется человек, который сможет вам это выделить. Но ресурсы и небольшие такие, для того, чтобы швейные машинки, для того, чтобы сапожную мастерскую свою обновить, мы находим. Уже более 400 заявок за полтора года мы смогли найти в регионах тех людей, которые представители крупного, среднего бизнеса, которые хотят помочь своим землякам. Поэтому нужно обратиться на сайт dommu.comek.kz и там заполнить заявку. И мы возьмем ее на контроль. Тем более в Ак-Тубе у нас очень хороший такой мощный филиал, который обязательно вам найдет человека, который поможет вам открыть, либо расширить свой бизнес. Спасибо. Теперь вот продолжите мой вопрос, который я вам... По-моему, на городах. Да, это... Просто перебили. Да, это очень хороший вопрос. Там в сфере торговли и услуг в основном сосредоточен малосредний бизнес. Даже сейчас, вот после того, как в Женаузене произошли эти трагические события, мы делаем программу льготного кредитования по решению правительства. Министерство экономического развития и торговли разработало специальный план развития предпринимательства в городе Женаузене. И буквально завтра мы выдаем два первых кредита. Они под очень льготные условия для индивидуальных предпринимателей, без залогов. И это аптека, которая сгорела, ИП, индивидуальный предприниматель, и один магазин одежды, который торгует. И когда мы посмотрели весь этот бизнес, он, конечно, в моногородах, он обслуживает тех людей, которые там живут. В основном люди работают на каком-то крупном системообразующем предприятии, которое вообще является основой этого моногорода. А малый и средний бизнес, он больше сосредоточен рядом с... Это парикмахерские, это прачечные, это СТО, это различного вида именно потребности ежедневных человека, которые можно удовлетворять, предоставляя ему какие-то услуги. И вот здесь очень важный опять тот вопрос, с которого вы начали. Вопрос навыков. То есть у вас должны быть хорошие навыки для того, чтобы ваши соседи, люди с вашей улицы пришли именно к вам, и именно у вас захотели получить эту услугу. Я хотел продолжить по этому вопросу. Я бывал в Швеции. Там, знаете, очень большие, высокие социальные выплаты, если человек сидит без работы. Поэтому государство заинтересован быстрее, чтобы строить людей на работу. Ну, и... Ну, Игорь.